МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий. В студии Дарья Давыдова. Коротко о главных темах этого выпуска. Порядок в городе навести не удалось, и депутаты отклонили новый план благоустройства муниципалитета. В коронароссийской империи в Сургуте в город привезли уникальную реплику символа монархии. Студенческое дерби. Баскетболисты университета Югры провели матч с клубом Планета Университет. И снова мимо. Долгожданный план по благоустройству территории Сургута вновь не приняли. Этот вопрос сняли с повестки дня 20-го заседания Думы города. Документ отправили на доработку. Один из самых значимых документов в городе, план его благоустройства, ждут уже в течение нескольких лет. Но каждый год его переписывают, дополняют и снова отправляют на доработку. Не стало исключением и прошедшее заседание Думы. Правда, на этот раз мнения разделились. Правила пишутся, пишутся, пишутся. И на все вопросы, касающиеся благоустройства, был ответ один. Вот напишем правила, в правилах это все будет. Почему я говорю, что его нужно принять обязательно на этом Думе, а потом уже в эти правила вносить изменения? С этим мнением не согласен депутат Болотов. С его слов документ, которому уже сейчас есть замечания, принимать не смысла. А депутат ВАЦ пошел в своих размышлениях по поводу плана благоустройства Сургута еще дальше, а именно в интернет. Захожу в Яндекс, набираю там первую строчку из правил, осознанных для того, для того. Дает мне Яндекс кучу ссылок, кликаю в одну из ссылок, выскакивает документ правила благоустройства Красненского сельского поселения Ростовской области. Читаю. О, так это же наши правила благоустройства. Со слов парламентария, сходство на 80%. Что это совпадение или нечто иное, для всех, кто присутствовал на заседании, осталось загадкой. Но в любом случае, даже представленный на рассмотрение план благоустройства будь то сельского поселения в Ростовской области или все же Сургута признали недоработанным. Мы бы хотели, чтобы этот документ действительно был выверен и носил хороший нормальный характер нормативного документа. Снять документ с рассмотрения предложил глава города Дмитрий Попов. Будущее плана благоустройства Сургута пока выглядит очень туманным. Рамиль Нуреев, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. А в поселке Барсово сегодня состоялось торжественное заселение многоквартирного дома. Новые площади в нем получили семьи, которые ранее проживали в ветких и аварийных строениях. Общий праздник омрачило известие. Этот дом последний, который попадает под программу переселения. А тех, кому повезло решить квартирный вопрос и кто остался за бортом, расскажет Дмитрий Подлесной. В поселке Барсово настоящий праздник. 132 семьи стали счастливыми новоселами. Квартиру они получили в этом прекрасном семиэтажном доме. На торжественном заселении собрались не только новоселы. Поддержать соседей по поселку пришли и другие жители Барсово. Всех приветствовал глава Сургутского района Дмитрий Макущенко. Ему же предоставили право разрезать красную ленточку. Роман Рупейко в поселке Барсово живет 36 лет. И все эти годы в бараке. Вместе с женой, двумя дочерьми, а сейчас еще и с внуком. Жизнь малиной не казалась. Особенно в паводок. Топила по самое... даже в тамбуре водошла. Вот паводок сильно влиял. И весной крыша текла. Двушка в новостройке для семьи Рупейко настоящий рай. Площадь квартир равна той, на которой люди проживали ранее, в ветхих домах. И этим новоселам повезло. Что не скажешь о тех, кто квартиру по программе переселения получить не успел. К моему огромному сожалению, величайшему сожалению, вот реализация программы сноса в том объеме и по тем принципам, которые были ранее по 103-му закону, они прекращены с вводом этого дома. Теперь по новому закону переселение из ветхого и фенольного жилья обеспечивается таким образом. Муниципалитет предлагает застройщикам участки с болочными поселками. Если строителям нравится эта территория, то они за свой счет переселяют людей и сносят бараки. А если участок, как говорится, инвестиционно непривлекателен, то и жить людям там придется еще очень долго. Домов непригодны по сургутскому району, числятся в списке около 900. Дмитрий Подлесной, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна. При этой патологии возникает три копии 21-й хромосомы, а должно быть две. Именно номер пары 21 и количество хромосом 3 определили выбор даты международного дня. Вместе с Володей Ефимцевым, человеком с синдромом Дауна, наша съемочная группа провела один день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толчок до конца руками! Последние тренировки перед поездкой в Ханты-Мансийск. Буквально через несколько часов Володя вступит в борьбу за звание победителя окружных соревнований по лыжным гонкам и снегоступам. У Володи хорошие физические данные. И к тому Володя стремится к победе, с удовольствием посещает тренировочные занятия. 99% на победу. Первую медаль Володя получил в 2010 году на окружной спартакиаде по легкой атлетике. В беге на 60 метров занял второе место. Самую дорогую награду привез из Мурманска со всероссийской спартакиадой по лыжным гонкам и снегоступам. Сейчас у Володи уже 8 медалей. Возможно, он не имел бы такого результата, если бы не прогулки с любимой собакой Линдой. Когда они бегают на перегонки, трудно понять, кто быстрее. Гулять с Линдой два раза в день – исключительно Володина обязанность. Этим его домашние хлопоты не ограничиваются. Забот хватает. Я просил свой кофор. По свиньям убираю. За животным. Еще что делаешь? Я в магазин. Играю с собаками. Это во второй половине дня, когда он возвращается домой. А в первой, как все его ровесники, Володя ходит на уроки в школу. Правда, специальную. Он понимает, о чем он говорит. У этого ребенка, все-таки я считаю, что хорошие способности. Естественно, у Володи бывает время отдыха. И тогда он с азартом играет на компьютере. Особенно увлекает футбол. А еще он любит рисовать. После того, как вернется из Ханты-Мансийска, собирается дополнительно взять несколько уроков. Он любит жизнь, и она отвечает ему взаимностью. Галина Кокоткина, Сергей Колотов, Сергей Коликов. Сургут.Интерновости. В детской школе искусств номер один открылась детская конференция. Посвящена она традиционным ремеслам и декоративно-прикладному искусству. В течение двух дней, 21 и 22 марта, дети сначала читают доклады, потом проводят мастер-классы для всех желающих. В этот раз зарегистрировалось более 100 участников. Шестерых лучших по итогам наградят в номинациях «Традиции современность» и «Ремесла России и Югры». Историко-культурный центр «Старый Сургут» уже второй раз организует конференцию юных искусствоведов. Будут различные мастер-классы. Это будет лозоплетение, это будет и вышивка, это будет и лоскутное шитье, это качество поясов старинным русским традиционным способом. Это будут различные куклы традиционные, народные. В общем, будет много всего интересного. 21 марта около дома по улице Югорская, 15, в припаркованном автомобиле было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как удалось выяснить с помощью камер видеонаблюдения, установленных на стене жилого здания, автомобиль простоял без движения практически сутки. Мужчина подъехал к дому в 17 часов 20 марта и больше из машины не выходил. На вид погибшему 35-40 лет. Причины смерти установят следствие. По предварительной информации, водитель скончался от инсульта. Обещанного три года ждут. Как вступить в долевое строительство и не пострадать от действий нечестного предпринимателя. Об этом и многом другом расскажем в очередном выпуске программы «Книга жалоб». Мария Калинина купила квартиру по договору уступки правотребования. За двушку она отдала чуть более трех миллионов. Так называемый долевой дом должны были сдать не позднее 30 июня 2012 года. Обещания так и остались на бумаге. По словам Марии, разговоры с директором строительной компании «Салаев» у них не получается. Дом до сих пор не сдали. Сколько времени прошло, то есть как стройка была, так она и остается. И никаких там неуведомлений, никаких предупреждений о сроках мне не поступало. Таких долевых историй в нашем городе наберется не один десяток. Если раньше люди годами ждали окончания строительства, то сегодня вынуждены бороться еще и с другими проблемами. Римма Аюпова купила квартиру фирмы «Домостроительный комбинат», директором которой является Евгений Барсов. Однушка обошлась семье почти в 2 миллиона рублей. Удачное приобретение при существующих расценках на жилье. Однако радость от покупки, как мы видим, в семье длилась недолго. В квартире появилась плесень. Но это не единственная проблема новоселов. Во время дождей и таяния снега с потолка течет вода. Чуть потеплеет, начнется все течь. Вот течет в коридоре прям. Я соседям всем стучу. В коридоре течет, у них по квартире все потекло. А соседей дома никого нет. В квартире повышенная влажность. Пластиковые окна лопнули, промерзают. Женщина два раза писала претензию в адрес застройщика. Ответ, как уверяет Аюпова, ждет до сих пор. Две наглядные истории ситуации Калинина и Аюповой. Одна женщина никак не может вселиться в квартиру. Другая воочию ощущает все прелести проживания в долевом доме. А что дальше? На самом деле бороться с недобросовестными застройщиками можно. Подробности смотрите в программе «Книга жалоб» уже в эту субботу. Елизавета Сыенко, Константин Алиев, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Сургутянка Наталья Василенко, мать четверых детей, вот уже несколько месяцев не может сделать ремонт в квартире. На посьбу о помощи откликнулся депутат Думы Сергей Катаев. Подробности далее. Помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Одно из направлений в работе депутата Сергея Катаева. Кому-то нужно собрать ребенка к школе, да не хватает денег. Кто-то хочет организовать праздник для инвалидов. Уважаемая Наталья Сергеевна, вы совсем недавно к нам обращались с просьбой помочь вам. На этот раз команда депутата посетила семью Василенко. Это сейчас мать четверых детей живет в просторной квартире. А были времена, когда приходилось ютиться на 40 квадратах. Новоселье справили, дело дошло до ремонта. Тут и возникли проблемы. Радость была, что приобрели квартиру в большей площади. Трудность, конечно, в том, что тут было холодно. Поменяли окна все. Не спасло. С детьми целый год болели. У нас в месяц, чуть ли не по пять тысяч лекарств только на всех уходило. Естественно, дети, потом взрослые. Как оказалось, холод шел из-под полов. Куда только Наталья не обращалась. В социальной службе, конечно, помогли. Часть денег ушло на ремонт. Но этого оказалось недостаточным. Решили обратиться к депутату. Обратились к нашему депутату. Может, что-то с чем-то помогли бы. И помощь не заставила себя ждать. Семье подарили сертификат на приобретение струйматериалов. Спасибо большое. Очень приятно. Со слов многодетной мамы, в ближайшее время ремонт продолжится. Вдвойне приятнее, когда помощь ощущается не только на словах, но и на деле. Елизавета Сыренко, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Прикоснуться к истории. В Сургут привезли реплику большой императорской короны. На создание ювелирного шедевра ушло полгода. Изготавливали корону 60 смоленских мастеров с применением высоких технологий. Создатели признаются, самым сложным было поверить в то, что исторический оригинал вообще можно повторить. Большая корона – символ дома Романовых с 1762 года. Все монархи Российской империи от Екатерины II, для которой, собственно, и изготавливали царский венец, до Николая II использовали этот символ власти для особых торжественных случаев. Идея создать реплику короны пришла в голову ювелирам не случайно. Этот год богат на исторические события. 250 лет со дня коронации Екатерины II, 400-летия династии Романовых, 10 лет группе «Смоленские бриллианты». Сейчас именно гордость, лично меня, например, просто я вся окружена этой гордостью, за что? За наших мастеров есть, они остались. Именно вот 400-летие дома Романовых в 2013 году. У меня же есть и жена, и дочери, и я знаю их отношение к ювелирным украшениям. И обязательно их привезут, чтобы они посмотрели, как это все блистает. Весит королевское чудо больше двух килограммов. Если для создания короны в XVIII веке ювелиры использовали почти 4,5 тысячи бриллиантов, то в реплике их в три раза больше. Белое золото, 54 жемчужины, природный рубелит весом почти в 400 карат. Чем камень больше, тем он, скажем, реже, редко находим в природе. Поэтому такой огромный камень, кстати, был очень сложный. И буквально мы объездили все выставки международные. И вот уже в конце, в самом конце, в самом ноябре нашли этот камень. Самые большие бриллианты в 10 карат. В оригинале короны использовались камни большего размера, но они не играли таким ярким блеском, как на реплике. Посетители презентации были искренне восхищены ювелирным шедевром. Я восхищаюсь такой красотой, мастерством. Себе такую корону навряд ли может позволить каждая женщина, да? Все-таки это символ государства, символ царских кровей. Поэтому, конечно, эта красота глаз торвать невозможно. Радует, что наши ювелиры не утратили своих навыков, своего мастерства. После сургута корона отправится в дальнейшее путешествие по городам России. Кстати, создатели царского венца не планируют его продавать. В идеале нам хотелось бы, чтобы корона оказалась в одном из ведущих музеев России. Например, в Эрмитаже. Увидеть символ государства российского можно в пятницу в ювелирном доме «Кристалл» улице 50 лет, ВЛКСМ, дом 6А с 10 утра до 8 часов вечера. Наталья Бабушкина, Дарья Давыдова, Андрей Глушенко, Сургут Интерновости. Баскетбольный клуб «Университет Югра» добился победы в очередном туре Суперлиги над клубом «Планета Университет» из Ухты. Сургутяне после обидного домашнего поражения от Новосибирска 13 марта хотели доказать, что это была всего лишь случайность. По итогам первой половины игры с командой из республики Коми университет добился 7 очкового преимущества. В оставшиеся 20 минут игры сургутские баскетболисты отлично выглядели как в защите, так и в атаке и в итоге добились крупной победы со счетом 79-53. «Университет Югра» после 24 матчей лидирует в Суперлиге. Ближайшие преследователи нашего клуба «Новосибирск» и «Урал» имеют на 3 поражения больше. Следующий матч сургутяне проведут в понедельник. На домашнем паркете команда Сергея Ольхова примет «Спарту» и «Кой» из подмосковного города Видное. Сургутские боксеры в составе уральской сборной стали призерами международного турнира, проходившего в Челябинской области. Что дает победа в соревнованиях такого уровня, выясняла Екатерина Любешева. Вячеслав Дробный, Рудольф Ислангареев и Влад Яковенко – имена героев, вернувшихся с турнира с почетной бронзой. В соперниках у ребят были представители пяти команд, по 16 человек в каждой. Азербайджан, Узбекистан, Украина, Россия и отдельно сборную РФО. На самом деле это немало. Три человека в составе сборной Урала – это довольно-таки неплохо. По этому возрасту это всего лишь юноши, они только начинают. Поэтому мы видим в этом большую перспективу. Разряды спортсменам в этом соревновании не повышают. Участие в международном турнире – это прежде всего большой опыт. Психологическая уверенность, еще одна тренировка на технику и тактику. К тому же это возможность познакомиться с потенциальными соперниками. Я боксировал с представителем Узбекистана, Азербайджана и сборной России. То есть показательные бои. Набрался опыта. Это соревнования, которые готовят меня в будущем к участию в первенстве России. У Влада, Славы и Рудольфа это уже второй опыт международных боев. Поэтому на грядущем первенстве России от ребят ждут только победы. Екатерина Любежева, Константин Олеев, Сургут Интерновости. На базе «Снежинка» состоялись лыжные гонки в зачет спартакиады подразделений компании «Сургутнефтегаз». Женская трасса составила 3 километра, мужская – 5. В первый день соревновались свободным стилем, во второй – заключительный провели смешанные стафеты. На лыжи встали более 400 нефтяников, в том числе и ветераны. Каждое структурное подразделение представила одна команда из 8 человек. Победу в гонках одержали спортсмены МГДУ «Федоровскнефть» в эстакетах «Увсинг». Для наших спортсменов «Сургутнефтегаз» это как олимпийские игры. Участников очень много собирается. И они борются за место. Чем выше, тем лучше. Наши новости смотрите на сайте indefisnews.ru. Спасибо за внимание. До встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точные диагностирования и безоперационные лечения межпозвонковых грыж. 7 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 11 88. С 19 по 24 марта выставка «Меж самоцветов». ТЦ Ярославна, второй этаж. С 10 до 20 часов. Магазин «Элитная мебель и люстры» теперь по новому адресу. Нефтьюганское шоссе 18-3 напротив магазина «Керама». Приглашаем за покупками. Только до 30 марта при покупке одного костюма. На второй скидка 50%. Сеть салонов «Хитрой» Рензо Ринальди, Альфред Мюллер и Грег Херман. Ищите квартиру? Тысячи предложений на ярмарка.биз Деколюкс. Погоден 22 марта. В студии Карина Навальнева. Здравствуйте. Генеральный спонсор прогноза погоды – фирма «Деколюкс». Компания «Деколюкс» предлагает автоматические секционные ворота, защитные рольставни, уникеты, шлагбаумы, автоматические распашные откатные ворота и жалюзи. «Деколюкс». Надежная защита вашего имущества. Телефон 262772. Производство в Сургуте. Компания «Деколюкс» – оригинальные решения для вашего комфорта. В предстоящие сутки морозный антициклон под напором активного пасмурного и снежного циклонического вихря отступит к востоку и нанесет основной очаг холодного воздуха. Ночью в Сургуте окрестностях ховочно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха – минус 23, минус 28. Утром осадков не ожидается. На столбиках термометров около 25 градусов мороза. Днем переменная облачность, местами кратковременный снег. Направление ветра юго-восточное – 4,9 метра в секунду. Температура – 11,16, ниже нуля. В течение дня солнечная активность умеренная, гемогитное поле неустойчивое. Слабое магнитное буря. Атмосферное давление повысится и составит 768 миллиметров ртутного столба. Фабрика «Комфорта». Модернизированное производство по изготовлению мебели в Сургуте, оснащенное самым современным оборудованием. Объемы заказов увеличились, а сроки исполнения снизились при неизменно высоком качестве. Лучшие образцы – кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различная корпусная мебель в выставочных залах, торговых центрах и в ваших домах. Фабрика «Комфорта». Фабрика «Комфорта». Новые технологии производства, мастерство, безупречный сервис и, пожалуй, лучшее сочетание цены и качества. Большое поступление летней и демисезонной обуви фирмы «Солных обуви Рикер Антистресс». Распродажа коллекции 2012 года. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин